В Ростове выброшенный из окна многоэтажки мешок с клеем разбил иномарку, а в новых городских маршрутках уже разрисовали сидения. Здравствуйте, меня зовут Евгения Слинкина и я расскажу о самых обсуждаемых на просторах интернета донских новостях. Вот что мы успели подсмотреть в сети сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Один из комментаторов возмутился, что для въезда эта территория закрыта, потому что считается частной. А вот в лужах почему-то виновата администрация. И посоветовал жителям Малюгиной не искать виноватых, а разбираться с проблемой самим. Пост о помощи разместила в соцсети Ростовчанка. Пишет, что когда гуляла с ребенком, навстречу выбежал пес. Автор предположила, что четвероногий болен, потому что очень худой и отказался от воды. Девушка просит спасти собаку, указала даже местонахождение. В комментариях подписчики отозвались и удивились, почему она не помогла животному сама. Ведь перекинуть проблему на других – это плохая попытка оправдать себя. Один из пользователей написал, что заберет собаку в ближайшее время. Но комментаторы опасаются, что он может не успеть и пес станет жертвой живодеров. Количество просящих милостыню в центре Ростова возмутило пользователей соцсети. В одном из городских пабликов автор поста рассказал, что попрошайки назойливо пристают к жителям города, в автобусах, на остановках и даже в кафе. Ростовчане согласились и стали предлагать варианты, как надо общаться с попрошайками. К примеру, попросить помощи в ответ или просто не реагировать. Впрочем, некоторые с возмущенным автором поста не согласились и считают, что если не можешь – не помогай. Зачем возмущаться? В Ростове выброшенный из окна многоэтажки мешок с клеем разбил иномарку. Автомобиль был припаркован в одном из дворов на проспекте 40-летия Победы. Владелец пострадавшего авто выложил пост в социальной сети. Он рассказал, что мешок с клеем весил примерно 25 килограммов, а в машину целились будто специально. Как видно на фото, у автомобиля разбито стекло и поврежден багажник. Но большинство комментаторов считают, что автовладелец виноват сам, так как припарковал машину не по правилам, а мешок просто бросили на тротуар. Что, впрочем, никак не оправдывает тех, кто выкинул его из окна. А вот еще пост с неправильно припаркованным автомобилем. И снова водитель поставил свое авто на тротуаре. По мнению автора записи, пешеходные зоны в городе для пешеходов предназначены в последнюю очередь. А для мамочек, гуляющих с колясками, есть рельсы. В комментариях посоветовали бросить на крышу мешок с клеем. Но большинство пользователей возмутились не хамству автовладельцев, а гуляющим мамочкам с колясками. Мол, не только вокруг них одних должна вертеться земля. Пользователи не исключают, что машину на тротуаре как раз и припарковала очередная молодая мама. Разрисованные сидения новых маршруток обсуждают в соцсети жителей Донской столицы. Возмущенный автор записи предложил наказывать таких вандалов. В комментариях тут же стали предлагать варианты наказания. Штрафовать, привлекать к общественным работам и даже публично дать ремня на театральной площади. По мнению пользователей, нужно установить в общественном транспорте видеокамеры. И тогда хулиганить никто не будет. Генеральный секретарь FIFA приехала в гости к Виктории Лопыревой. Об этом фотомодель рассказала на своей странице в социальной сети. Она написала, что сын наконец-то дождался особенную гостью, которая подарила мяч с ее инициалами и много других подарков, изготовленных специально для первенца Донской красавицы. А подписчики, в свою очередь, оценили наряд малыша, особенно вязаные бутсы, и отметили, что сын Виктории счастливчик, которого классные родители с детства растят модником. За пять часов пост собрал почти 33 тысячи лайков. Это все обсуждаемые в интернете новости на сегодня. Фильтруйте информацию в сети, а если заниматься этим некогда, мы все сделаем за вас по будням 18.25 на телеканале Дон-24. Еще больше новостей на сайте don24.ru. До встречи! Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио».